Привет, я Джон. Но девчонки почему-то называют меня краш. Мне 18 лет, я тиктокер, занимаюсь музыкой, пишу треки. Привет, меня зовут Тина, мне 18 лет. Ну, я учусь и сейчас работаю ивент-менеджером, какие-то мероприятия устраиваю. Из хобби у меня стендап пока что. Пары у меня нет где-то уже год. Мы расстались в моем инициативе. Последние отношения были год назад где-то. Почему, я не знаю, не нашел еще ту единственную. Для меня идеальное свидание – это выбраться куда-то, побыть наедине, пообщаться по душам. А как вы что-то делали это свидание? Это на самом деле было банально, но иногда этой банальщины как раз не хватало. Это было какое-то заведение, там, тыры-пыры. Я немножко волнуюсь, да. Но из-за того, что я работаю со съемкой, у меня создана работа, то я более-менее приспособлена к этому. На свидании я был месяц назад. Это очень интересно будет, я думаю, потому что я не буду видеть человека, и вдруг это будет тот самый человек, которого я ищу. Ой, подожди секунду, я тебя слышу, но я тебя не вижу. Я тоже. А, ну давай как-то ляжем, наверное. Все, ты люх? Да. О, я тоже легла. О, мне так комфортно, слушай. Все отлично. Он прям так взял инициативу на меня, вот так вот к себе поджал, и было с ним очень комфортно. Вот не с многими, на самом деле, комфортно мне лежать. Мы так лежали, у него еще немножко потели руки, видимо, он переживал немножко. Ну, мне это нравилось. Как прошел твой день? Супер. А ты еще? Отлично. Отлично. Ты помнишь вообще, как мы познакомились? Да, это было на море. Ну, я танцевала у Барчи, когда такой смотрел на меня весь вечер. Не, ну мы не так познакомились. Да, это история моих родителей. Вообще, я же тебя выбрал на холостяке. Вообще, когда ты пришла сразу на знакомство, я сразу понял, что ты победишь. Как твой день прошел? Да, ты знаешь, я немножко устала. Я весь день была на работе. Ну, у меня сегодня выходной. Вот. Снимал тиктоки. Отлично. На Майдане. Я же тиктоки развесный. Ну да, я помню. Мы вообще-то с тобой вместе видео снимались. Да, да, да. Ну, я тоже сегодня видео снимала одно. Какое? Я поняла, что в последнее время людям нравится посмеяться. Угу. Вот. И решила снимать что-то в этом роде. А что мы еще забыли с тобой обсудить за сегодняшний день? Да не знаю, что я устал сегодня вообще. Устал сегодня? Ну, я бы тебе сделала массаж, если ты хочешь. Массаж? Ну, да, я же тебе делаю по вечерам массаж. Конечно. Ага. Тебе сделать массаж? Только не на камеры. Хорошо. Подожди, какие камеры? Мы разве не дома сейчас лежим? То, что ты с повязкой, это значит, что мы просто любим в темноте. Ну, это странно выглядит. Не, ну, как бы в домашней атмосфере, да. Когда она предложила сделать мне массаж, я, конечно, удивился. Но она реально круто делает массаж. Как ты хочешь провести эти выходные? Предлагаю поехать куда-то на Мальдивы. На Мальдивы сразу. Подожди, давай что-то по-скромному сейчас. По-скромному? Ну, да. Ну, почему? Хотя, в принципе, нет. Я люблю авантюрные всякие штуки. Ты любишь экстрим? Ну, конечно. Не, ну смотри, я не против того путешествовать. Это круто. Ну, какие у тебя идеи? Как ты хочешь провести? Выходные? Подожди, ну я тебе сказала про выходные. А если вот брать отпуск какой-нибудь? Нет, так можно как ролл-решка на выходные. Я даже согласна реально испытать то, что за 100 долларов или за 100 евро, сколько они там. Да, говорю, классный массаж делать. Да? Да я и не старалась еще. Слушай, ну это просто ролевые игры какие-то. Ну, да, ты же любишь такое. А ты? Ну, я тоже, ну типа, я бы знаю что-нибудь. Ну, когда как, да? Ну да, когда как. Мы же с тобой там за что-то. Не, ну смотри, мы можем с тобой попробовать в целом. И посмотрели, как нам будет. Именно ролевых опыта мало, вот. Ну, и с тобой мы не пробовали по сути. Где-то тут стоишь? Да. Хорошо. Есть? Ну хорошо, мне понравилось. Ну я очень волновалась после того, как мы поцеловались с ним. Ведь я действительно не видела человека. Стронуло сердечко, когда он меня поцеловал. Это действительно я вот прям почувствовала. Ну вот когда ты в клубе, да, заходишь, через пять минут уже с кем-то целуешься, ты хотя бы можешь разглядеть человека. А тут вообще ты его не видишь. Я немного даже расслабилась позже. Он меня как будто расположил к себе что-ли, я не знаю. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня Джон. Джон? Да. У тебя классное имя. Спасибо. Тебя как? У меня Тина. Ну как я поняла уже, что ты снимаешь? Да. Снимаем контент, пишем треки. Вот. Ты чем занимаешься? Я бы описала всем, потому что мне много чего нравится, но в основном я учусь и, наверное, ты на втором плане больше. Сейчас я работаю. Работаю ивент-менеджером. Это было как бы раньше, сейчас я просто работаю с стендап-клубом. Ты серьезно стендапом? Блин, ну это как хобби, потому что мне очень сильно понравилось и плюс я семь лет театральному отдала. Конечно, когда не получается, но… Блин, ну это круто, это очень творчески. Да, ты знаешь, это вот, не знаю, как будто ты себя, ну как-то, продвигаешь свои какие-то навыки. Это круто. А ты из Киева? Слушай, ну вообще я из Мексики, я родился в Мексике. Вот, у меня мама украинка, вот, и мы уже давно здесь живем. Ну ты в школе как бы учился здесь уже, да? Да, да, я в школе учился в Украине. А ты знаешь два языка? Да, испанский тоже мой родной язык. Ну по общению я бы не сказала, что ты там откуда, я же тебя не видела еще. А как ты подписался на все это? Просто хорошо провести время, с тобой познакомиться. Я авантюрная как бы, мне нравится, это первый раз в моей жизни, когда я просто не видя человека с ним целуюсь. Угу. По крайней мере так. Да, у меня тоже самое. А тебе тут нравится? Ты хочешь здесь остаться жить? Да, я тут живу, давно уже. А какую музыку ты пишешь, в каком стиле? На русском пишу, вот, в стиле таком а-ля Егор Крит, Моргенштерн. Блин, а мне нравится, я не знаю, кто что говорит. Многие говорят, что я пишу треки, но сорян. Я тебе скажу так, слишком много всего придумано до 2021 года, что очень сложно сделать что-то неповторимое. Ты бы сейчас хотел отношения? Если бы я нашел реально того человека, с кем бы хотел быть вместе, то, конечно, а ты? Я бы хотела, но я просто не нашла еще такого человека. Ну, сколько тебе лет? Мне 18. 18. А тебе сколько? Тоже. Тебе тоже 18? Круто. Ну, ты сама с Киева, да? Нет, я из Донецка. Прикольно, я был там на Евро 2012. Да, я тоже там была. И сколько ты уже здесь живешь? Недолго. Я здесь живу, наверное, месяцев 7. И я еще не ориентируюсь, если честно. Я в основном в каком-то движении, что-то снимаем, что-то работаем. Вот. И вдруг, когда я приезжаю домой, я вспоминаю о том, что, ну вот, я приезжаю одна. Сплю я одна. И только в такие моменты мне там хочется с кем-то побыть. Понимаю. Как тебе вообще нравится в Киеве? Я кайфую от этого города. Я даже жила в Донецке, и я хотела сюда переехать. Я не знаю, меня просто там манило сюда. И когда я переехала... У меня песня такая есть. Мания. И когда я переехала сюда, то я себя чувствую прямо в своей тарелке. Я не хочу сюда уезжать. Какая-то пропаганда, в общем, в Киеве. Вы готовы вы на дорогу выйти? Да. Да, я тоже думаю, что да. Лена, еще три. Хорошо. Да. Раз, два, три. Привет. Привет. По-другому представлял. Как бы я думал, она вообще там блондинка. Не, ну, в принципе, да, она красивая очень. Потом, когда мы открыли маски, парень очень симпатичный. Хоть и мы 18, я думаю, что вполне вероятно, что мы можем встретиться. Привет. Еще раз привет. Да, я Тина. Ты очень красивая. Спасибо большое. Взаимно на самом деле, потому что у меня тоже есть какое-то понимание вкуса парней. А что мы должны сейчас сделать? Тоже общаться. Ты сказала просто, что все 18, и что ты снимаешь всякие видосы. Не знаю, я где-то тебе так и представляла. Потому что какое-то вот у меня было примерное понимание твоего образа. Ну, я тоже. Да? Взаимно, да. Поэтому. Ты очень крутая. Спасибо большое. Спасибо. Ваши тренинги. Скажите, какие воли будут на второе от себя? Да. Он для гостей. Ну, нет, я тоже бы пошла. Я бы пошла. Можете менять сфотографом? Давай. Да, конечно, да. Не знаю, может тебе инстаграм или номер. Да, давай инстал лучше. Вот, пожалуйста. Угу. Супер. Какие у тебя планы на вечер сегодняшний? На сегодняшний вечер я не могу, к сожалению. Я с родителями. А следующая неделя у меня полностью свободная. Давай. Хорошо. Тина оказалась общительной девочкой, поэтому было легко и просто с ней общаться. Она супер. А как думаешь, вы сможете общаться? Думаю, да. Почему нет? Тем более, она на следующих выходных свободная, поэтому, думаю, мы встретимся. Ребята, очень классное шоу. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, комментируйте. Это было классно. Спасибо каналу Тремпель Прос, что пригласили на шоу. Ребята снимают годный контент для вас, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчики. Также подписывайтесь на наши инстаграмы. Всем спасибо. Всем привет. Короче, мы только что вышли с шоу. Ну, ребята, я скажу вам, классное шоу, серьезно, потому что мы в итоге вот проехались. К сожалению, он уезжает, но ничего, я думаю, мы с ним встретимся. Но я вернусь скоро, поэтому до скорой встречи. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok